Тема сегодняшней нашей лекции на экране представлена «Основы теории управления и виды власти в обществе». Я попрошу включить следующий слайд. Я хотел бы сказать несколько слов по достаточно общей теории управления, чтобы вы такой термин слышали, потому что, в принципе, любой процесс, включая в том числе процессы наркотизации, экстремизма, коррупции, они управляемы. Мне хотелось, чтобы вы понимали эту основу жизни общества, что неуправляемых процессов в природе вообще не существует. То есть, если есть какой-то процесс, то он управляем. Единственное, что может быть режим либо самоуправления, либо режим управления, хотя мы можем это управление не фиксировать и не замечать. Вот если говорить о достаточно общей теории управления, основы которой я вам сегодня и хотел дать, но не столько основы, сколько взгляд на то, как это связано, в том числе, с такими мощнейшими негативными проявлениями в обществе, как наркотизация, экстремизм, коррупция. Потому что эти процессы, они тоже управляемы. Они управляемы с разных сторон, разными субъектами управления. Любое государство старается как-то защитить свой народ от деградации через эти процессы. Но, с другой стороны, конкуренты, конкуренты вот в такой глобальной геополитической борьбе, они заинтересованы в том, чтобы генетический потенциал конкурента, народ конкурента, ну, постепенно деградировал. И тогда проще выиграть в конкурентной борьбе, проще сориентироваться транснациональным корпорациям. Так вот, достаточно общая теория управления, в чем ее особенность? Она характерна для любого процесса управления. Вот вы можете, значит, сталкиваться с вопросами управления там в государстве, в теории машин и механизмов, ну, в самых разных сферах. Но вот понимание, что любой процесс управления содержит некоторые общие составляющие, вне зависимости от сферы управления, он, к сожалению, отсутствует зачастую даже у, в общем-то, у преподавателей, а не только у студентов. Так вот, я хотел, чтобы вы вот это запомнили как-то, что вне зависимости от того, в какой сфере реализуется процесс управления, мы кратко с вами касались этой темы, будь то управление химической реакцией или космическим кораблем или государством, есть некоторые позиции, которые характерны в равной мере для любого процесса, вне зависимости от того, к чему, к какой сфере деятельности этот процесс относится. Поэтому, вот, что касается, значит, Доту, то она единообразно описывает все процессы управления, включая в том числе и вопросы наркотизации и экстремизма коррупции. Вы, если поймете вот эти основы, то вы будете лучше чувствовать, как вы оказываетесь заложниками в схемах управления, которые подготовлены внешним каким-то субъектом управления. То есть, вам будет казаться, что процесс просто идет сам по себе, идет, бредет сама собой, да, иногда так об истории говорят, но в действительности этот процесс управляем. И когда вы поймете и увидите эти скрытые пружины, то у вас появится возможность сказать, нет, я не хочу быть заложником чьих-то схем. Вот, собственно, цель сегодняшней нашей лекции, чтобы вы поняли связь вот этих негативных проявлений и реальных процессов управления, которые организованы в их развитии. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Ну, мы с вами говорили, я кое-какие проблемы наиболее значимые буду повторять, потому что, как вы знаете, повторение, мать учения, что в общем виде, в том числе, если мы берем проблемы наркотизации, экстремизма, коррупции, процесс управления всегда содержит вот буквально несколько элементов, отображенных на этой схеме. Процесс управления есть только тогда, когда есть субъект управления, тот, кто управляет. Процесс управления есть тогда, когда есть объект управления, то, чем управляют. Вот в этом смысле, вот все сидящие в этом зале, они являются в некотором смысле объектом управления для транснациональных корпораций, которые продвигают в общество, значит, алкоголь, табак, наркотики, развивают разного рода заработки на производстве военного оружия. Это все, в общем-то, реализуется в интересах тех, кто на этих процессах делает деньги. Мы с вами уже говорили о том, что большие деньги зарабатываются по преимуществу на пороках людей. Но для того, чтобы эти деньги заработать, эти пороки нужно привить. Итак, объект управления, субъект управления, прямые связи. То есть у субъекта должны быть связи какие-то. Как вы думаете, вот в ситуации с наркотизацией, экстремизмом, какие здесь связи и рычаги прежде всего? Ну, хорошо известны вам и сети, и интернет, и телевидение, и радиопрограммы, и газеты. Там, если вы посмотрите, ну, особенно фильмы, там, так сказать, аккуратно, ненавязчиво вас не принуждают к тому, что нужно пить, нужно, значит, наркотиками заинтересоваться. А это подается просто в информационном поле, так матрица такая формируется, когда человек воспринимает вот эти явления как норму в жизни общества, хотя они не являются таковой. Дальше идут обратные связи, изучается, а какие, значит, срабатывают механизмы, какие не срабатывают. И вот эти обратные связи очень многое дают тем, кто организует управление вот этими процессами. Ну, и, конечно, все эти процессы происходят во внешней среде, и, значит, внешняя среда активно влияет на эффективность управления. И поэтому вот эти все факторы должны вот объективно учитываться, когда вы сталкиваетесь с этими проявлениями в обществе. И, собственно, вы-то, как будущие управленцы, должны эти процессы глубоко понимать, и не только для себя лично, но и для тех, с кем вы будете иметь дело в трудовых коллективах. Вот только что вчера я вам говорил, что лекции, которые я для вас читаю, вот в связи с отсутствием на работах сезонных на полях наших подшефных, вы можете познакомиться с лекциями, которые вы не смогли, значит, посетить вот по уважительным причинам. Можете познакомиться на Ютубе и набираете Ютуб Виктор Ефимов, и там первой строчкой будет выходить вот поле, где в том числе мои лекции, вот предыдущие, и это будут выложены. Но вчера на Ютубе вышел такой ролик, который я делал для журнала «Человек. Дело». Этот ролик называется так «С чего начинается управление?». Я там как раз обращался к бизнесменам, предпринимателям, к управленцам по поводу, вот если угодно, этой схемки, потому что качество управления во многом зависит от того, насколько вы знаете и понимаете и прогнозируете поведение объекта управления. То есть если вы имеете дело, скажем, с землей, с выращиванием фруктов, овощей, то вы должны очень хорошо знать, какие факторы влияют, скажем, на урожай, на то, как прорастают семена и так далее, и так далее. Но вообще говоря, управление вот в этом ролике коротком достаточно, он там буквально минут 10, наверное, вы можете его тоже посмотреть, вот об этой схемке, там как раз сказано, что любой процесс управления начинается с самого управленца. И если управленец не научился управлять собой, если он не распознает влияющие на него факторы, как факторы управления, факторы подталкивания в ту или иную сторону, то грош ему цена. У него эффективность управления будет достаточно низкая, даже если он прекрасно учился и сдал хорошо все экзамены технологические, но не понимает, что он сам является заложником. Об этом в свое время очень емко сказал Плутарх, он сказал, ты правишь, но и тобой управят. Вот этот процесс, как тобой управят, вы должны очень хорошо понимать. Ну и, пожалуйста, следующий слайд включим. Значит, поэтому вот, если говорить об управлении, то вы должны четко понимать, мы об этом еще сегодня будем говорить, но и на предыдущей лекции я это кратко упоминал, что управление начинается с чего? Прежде всего, с цели полагания, то есть выбор цели и определение способа достижения цели, концепции. То есть, если нет цели четко сформулированной, если нет концепции достижения этой цели, то тогда такой процесс нельзя назвать управлением. То есть, если вы просто сидите и переливаете, значит, химические препараты из одной пробирочку в другую, то это не есть управление химическими процессами и управление химическими реакциями. Это просто, так сказать, ничего не делание. Вот если вы поставили перед собой цель, какое вещество, какую соль, какой другой продукт вы хотите получить на выходе, а потом пошагово достигаете этого результата, то это процесс управления. Хотя зачастую, мы потом с вами посмотрим на одном из слайдов, даже на уровне руководителей высокого уровня, вот этого понимания нет. Поэтому мне хотелось, чтобы вы вот это на всю жизнь оставили в памяти для себя, что управление это вовсе не создание структур, это не увеличение кадров, создание отделов, расформирование каких-то отделов, а это прежде всего целеполагание. Цель, концепция, только потом структура. Структура создается под какую-то цель. Если цель не прописана, то это, значит, имитация управления, но не есть управление как таковое. Дальше, такие понятия для вас должны быть тоже знакомы, как эффективность управления, это соотношение результата к затратам при достижении цели. То есть эффективность, это когда вы с минимальными затратами получаете результат. Вот, то есть это связано исключительно с затратами. Результативность управления, это степень достижения цели, которая обычно в процентах выражается. Скажем, вы поставили для себя цель в своем коллективе добиться, чтобы у вас там, так сказать, 100% было не курящих. Я, кстати, вот, чтобы вы знали, многих руководителей знаю и сам к таковым отношусь. И когда будете работать, это имейте в виду. Если у вас в коллективе, вот, допустим, у вас коллектив, там, 10-15 человек и два человека курящих, да, то это очень непростое состояние коллектива. Через курящих на все дела, которые вы, в общем-то, организуете и ведете, с эгрегора курящих будут приходить разного рода случайности. То есть вам будет казаться, ну, вот, случайно, раз, там, так сказать, что-то произошло в коллективе, значит, какое-то ЧП, там, по технике безопасности, какие-то другие процессы, какая-то проверка неожиданная, внезапная, вам будет казаться это случайно. Но случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем. Я вам уже это говорил. Так вот, случайности все, они идут или от Бога, или с эгрегоров. И вот с эгрегора курящих, с эгрегора пьющих на дела ваши, как в коллективе, так и в семье будут приходить самые разные наводки. То есть семья курит папа, но проблемы могут возникать не у папы, а проблемы могут возникать в том звене семьи, которое самое слабое. То есть может заболеть в это время бабушка, или может ребенок как-то там тоже пострадать. Кажется, что это он сам виноват. В действительности – это наводки с эгрегора курящих. Вот самые опасные эгрегоры – это эгрегор курящих, эгрегор пьющих. Поэтому вот, допустим, курение, алкоголь – это не просто вот, ну вот, курить нельзя, это вредно. Ну, во-первых, в вашем возрасте никто не думает о здоровье, там, все вы здоровы, вам кажется, так будет всю жизнь. Поэтому многие вещи, они приходят только с годами, когда человек уже непосредственно сталкивается с проблемами в здоровье. А вот что касается вот таких энергоинформационных связок, вот этого энергоинформационного шума со стороны эгрегоров, то это, в общем-то, очень важно, и мне хотелось, чтобы это понимали. Поэтому, если вы поставили цель добиться, чтобы у вас из 10 человек никто не курил, а один курит, значит, степень достижения цели у вас будет 90%, да, если говорить о результативности. Но, вы знаете, вот у меня был знакомый директор здесь хозяйства нашего, в Ленинградской области, вот, он, в принципе, не брал, значит, на работу, на должности, которые сопряжены с ним непосредственно, ни одного курящего человека. То есть он не мог, допустим, взять на работу курящего водителя. Если водитель курит, это исключено, чтобы он взял его на работу. Ну, и вот я вам скажу, когда я работал ректором, то у меня тоже в ректорате не было ни одного человека, который бы курил. Потому что только это обстоятельство, оно может избавлять вас от разного рода случайностей. Следующее понятие – это оптимальность управления. Это достижение максимального результата при заданных и фиксированных затратах. То есть оптимальность, когда у вас затраты жестко ограничены. Вот первое понятие – эффективность. Там у вас нет ограничений, как бы, по затратам. Вы можете затраты делать и больше, и меньше. А вот в случае оптимальности у вас фиксируются, значит, затраты. И, значит, анализируется максимум возможного результата, который при этих затратах достигается. Или, наоборот, фиксируется жестко какой-то результат, который должен быть. А минимизация затрат, она вот и будет отражать оптимальность управления. Ну, пожалуйста, следующий слайд. Если говорить об управлении, и что очень важно для развлечения процессов наркотизации, экстремизма, коррупции, вот если о противодействии говорить этим явлениям, то здесь создаются иногда и структуры, и очевидные совершенно действия, которые можно квалифицировать как, да, вот это противодействие, защита от этих явлений. Но что касается продвижения этих явлений в общество, то оно, нет таких структур, чтобы вот была создана какая-то там, так сказать, команда, какой-то отдел по расширению сфер влияния там табака на молодежь, да, вот нет таких структур, да. Но, тем не менее, табак очень активно продвигается в молодежную среду, точно так же, как продвигаются другие негативные явления. То есть структур нет, а вопрос решается. Почему? Потому что управление может быть как структурным, так и безструктурным. И вот это очень важно понимать, потому что иногда и в среде даже вот профессиональной по этому поводу есть такие, ну, неявные разноглазия. Ну, что вы, какое управление, если нет структуры? Структура начинается тогда, когда есть управление. Но я вам приведу элементарный, простейший пример, как бы, чтобы вы понимали, что такое безструктурное управление. Вот вам нужно собирать деньги за проезд в автобусе, скажем, да. Первый вариант. Вы создаете структуру, набираете штат кондукторов, печатаете билеты, выдаёте эти билеты всем кондукторам, создаёте институт контролёров, которые там контролируют и этих кондукторов, чтобы они там правильно билеты выдавали, и проезжающих, и так далее. Они каждый день деньги сдают, полученные. Ну, значит, нужна инкассация, которая деньги будет собирать и потом отвозить. Нужна охрана, чтобы эти деньги не украли. То есть выстраивается целая цепочка. Это структурно, да. А теперь, вот вы, может быть, и не застали эти времена, но я прекрасно помню, что в прошлые годы, вот в мои годы, когда я был в вашем возрасте и гораздо старше, система работала по этому направлению бесструктурная. Что значит бесструктурная? А не было никаких кондукторов, ничего. Просто в автобусе на входе, в центре и сзади стояли, значит, кассы. И там, значит, окошечко с прорезью, туда опускаешь, тогда билет стоил 5 копеек, туда опускаешь пятачок и сам отрываешь билетик. И всё. Никто тебя не контролирует, кроме вот общественного мнения. То есть люди так, в общем-то, ну, как бы не то, что они вот так уж пристально наблюдали за каждым, но если человек уважает себя, но он входил и понимает, что он либо должен показать карточку, тогда понятно, что у него карточка проездной билет, либо, значит, опускает пятачок. Если он не делает ни того, ни другого, то видно, что он как-то чувствует себя неловко, чувствует на себе взгляды такие косые. И вот если посчитать эффективность и оптимальность, то ещё неизвестно, какая схема выгоднее. Потому что, да, здесь появляются безбилетники более вольготно, но, с другой стороны, расходы на организацию процесса сбора денег, они существенно уменьшаются. Поэтому вот такие варианты могут применяться не только на таком простейшем примере, чтобы вы понимали, что бесструктурное управление – это абсолютно такая элементарная, понятная вещь. Поэтому вы эти вопросы должны будете знать достаточно хорошо и уверенно, может быть, лучше, чем даже специалисты. Иногда вам спрашивают, ну что вы, бесструктурное управление не бывает. Вот вы должны быть готовы пояснять это. Потому что структурное и бесструктурное управление, они действительно серьёзно отличаются. Значит, если управление структурное, то до начала ещё процесса управления создаётся структура, которая отвечает за этот процесс. И уже в процессе управления самоорганизуются некоторые виртуальные структуры, но это уже элемент бесструктурного управления. И чаще всего все процессы управления являются сочетанием жёсткой структуры и неких бесструктурных образований. Вот, допустим, вы запускаете процесс управления противодействием наркотизации, экстремизму. Создаётся, вот сейчас, вы знаете, идёт реорганизация, наверное, Министерства по спорту, Комитет по молодёжной политике, ещё одна структура будет объединена. И появится вот такая структура, которая будет ориентирована на формирование здорового образа жизни у молодёжи. То есть создана структура. И, казалось бы, управление идёт только через эту структуру, но это не так. Дело в том, что молодёжь сама сейчас очень активно создаёт свои собственные в сетях группы, значит, в интернете очень серьёзная запускается информация. Это уже процессы самоуправления. Когда ребята договариваются между собой, а, собственно, а зачем нам попадать в эту петлю наркотизации, экстремизма, мы умеем этому противостоять сами. Они сами друг другу рассказывают, обучают чему-то. И вот я вам скажу, что сегодня, допустим, в Бишкеке открылся форум крупной «Семья против наркотизации и экстремизма». Я там направлял доклады туда, и видео моё там будет использовано. Или, к примеру, вот только за последнее время вам назову, я перед молодёжью выступал вот именно по этим вопросам в Бишкеке, потом в Псибае, в Таганроге. Псибае – это Краснодарский край. Потом меня попросили выступить в Воронеже перед молодёжью. После этого вот только что я вернулся из Белгорода. Там проходил фестиваль науки областной и, значит, молодёжный фестиваль. И вот по проблемам как раз противодействия наркотизации, экстремизму была моя большая лекция в двух университетах Белгорода. Там, значит, аграрный университет – это один из лучших, реально лучших университетов России. Вот. И в технологическом университете – это старейший университет, связанный с производством строительных материалов. И вот там огромный зал, значит, это нет структуры никакой, вот в этом смысле. Это инициатива самих ребят пригласить меня, чтобы я выступил с информацией по этому вопросу, поскольку у нас эти вопросы достаточно грамотно, профессионально проработаны. А вот на следующей неделе у меня будут лекции в четверг и в пятницу, в пятницу и в субботу даже, в четверг я просто вылетаю, наверное. Да, нет, четверг-пятница, правильно, четверг-пятница – это в Орле, в трёх университетах Орла. И двадцать восьмого будет моя лекция для молодёжи в Доме экономиста в Москве, в Вольноэкономическое общество, там у них молодёжная группа. И вот в десять утра в субботу будет моя большая лекция по истории русской цивилизации, прошлое наше, настоящее, будущее, как я понимаю эти вопросы. Вот, и все эти процессы, они идут бесструктурно. Я, в общем-то, это не столько и моя инициатива, хотя я к ним никакого отношения не имею, а это их запросы. То есть сейчас молодёжь очень активно стремится разобраться в происходящем. И когда к нам обращаются с такими просьбами, то я считаю неэтичным здесь вот отказать, что вот мы для своих расскажем, а вы, ребята, как хотите. Вот, поэтому, вот это я вам как пример, как сочетание структурного управления и некоторых процессов в обществе, которые возникают сами по себе, по инициативе, в общем-то, каких-то общественных структур и просто отдельных ребят, которые создают очень интересные группы ВКонтакте, к примеру, и по здоровому образу жизни, и вот по реальным способам противодействия всем негативным явлениям. Вот если действует структура жёсткая, то, значит, функциональное предназначение элементов этой структуры в процессе управления не изменяется. Структура прописана, там должностные обязанности, функции расписаны каждого подразделения, и это всё отрабатывается. А вот при бесструктурном управлении функциональное назначение элементов, оно регулярно меняется. То есть вот сегодня так, а завтра посоветовались, нет, давайте по-другому, потому что никто никому ничем не обязан. Просто идёт всё чаще всего, что называется, от души. И вообще вот вы должны знать, что вот жёсткая привязка таких структур к процессам управления, она характерна, вот если угодно, для американского способа управления. У американцев там главное, жёстко прописаны клеточки. Если появляется человек, то он должен вписаться в эту клетку. Там не личность главная, главная вот эта клеточка. И, соответственно, если человек приходит на работу, то он должен чётко отрабатывать то, что предписано этой клеточкой. А если вы возьмёте, допустим, японский опыт управления, то там отталкиваются, наоборот, от функциональных возможностей и от готовности самого специалиста к решению тех или иных проблем. То есть в основе человеческих возможностей и человеческий фактор, а структура уже подстраивается под то, какого человека удалось привлечь в корпорацию. То есть иногда под человека создаётся и новое направление, и новый отдел, и новый институт, если он того заслуживает. То есть вот здесь как раз японский, американский опыт, ну, укропнённо так, он, в общем-то, наверное, здесь нужно всегда находить оптимум вот этого сочетания, отталкиваться от структур и функций, и от возможностей людей. Но вот так по-крупному можно разграничить примерно два варианта. Ну и ещё отличие структурного и беструктурного управления состоит в том, что в структуре вся информация циркулирует адресно и целенаправленно. То есть выходит приказ, там прямо расписано, до кого довести. Каждый, кого этот приказ затрагивает, он должен расписаться о том, что он с этим ознакомлен, и должен отрабатывать то, что там предписано. И, соответственно, отрабатывается вот такая совершенно адресная подача информации. А вот беструктурное управление, оно предполагает циркулярно-безадресное распространение информации. То есть, вот, к примеру, я так достаточно активно работаю с молодёжью, в общем-то, практически во всех городах, там не только России знают меня. Ну, вот я в Воронеж приехал, там полный зал был молодёжи, и, конечно, вот там потом и фотографии на память и прочее. Но вот мои встречи с молодёжью в Воронеже, она тоже на Ютубе есть, и там вы видите фотографии, где огромное количество народа. Но я же никому конкретно не обращаюсь. Это вот бесструктурное, безадресное обращение. Я просто то, что уже по возрасту, как бы, даже знаю гораздо больше, чем молодёжь, я это просто даю информацию. А все, кто заинтересованы в том, чтобы состояться в качестве человека разумного, в том, чтобы не болеть, чтобы иметь счастливую судьбу, они обращаются к этой информации, а дальше уже формируют какие-то такие виртуальные структурки между собой в самых разных местах, и не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот у нас, я знаю, на нашей лекции приезжают и из других вузов, и даже из других стран. Вот я как пример, вы представьтесь ребятам, так, чтобы вас тоже знали. А? Ну вот из Германии, значит, согласовали мы с ректором из Германии, вот молодёжь приезжает на лекции на мои, и на лекции Владимира Михайловича Зазнобина, вот, но точно так же приезжают к нам из Италии, из Канады, из Соединённых Штатов, все европейские страны. Когда я вот в Брюсселе, как-то мы с Владимиром Михайловичем выступали, то там собралась группа молодёжи, ну, практически из всех европейских стран. То есть нас прекрасно знают в Европе, и поэтому вы должны понимать, что вы соприкасаетесь с информацией, которая сейчас вот на острие борьбы за будущее молодёжи. То есть молодёжь либо связывает свою судьбу и будущее с той информацией, которую мы даём, либо она подпадает под влияние вот такого бесструктурного управления, и оно уже чуждого нашей государственности, потому что огромные немыслимые деньги вкладываются в то, чтобы как раз процесс наркотизации, экстремизма, он развивался и в нашей стране тоже. Ну вот поскольку на прошлой лекции многие из вас не были, были на работе в хозяйстве, я вам ещё раз напомню, с чего я на прошлой лекции начинал. Я говорил о племяннике Зигмунда Фрейда, который во многом является основоположником вот такого умелого бесструктурного вовлечения молодёжи в разного рода аномальные проявления в общественной системе и вовлечения их в порочный образ жизни и в планктон, на котором потом просто транснациональные корпорации зарабатывают. Я рассказывал вам о его первом опыте, который он провёл. Это вот в части как раз наркотизации. К нему обратились табачные корпорации и вопрос был один. Мы теряем половину своей прибыли. Курят только мужчины. В ту пору не было ни одной женщины, которая бы вообще додумалась закурить. Ну это как бы в ту пору ещё не было вот такой зомбированности сегодняшнего дня. И поэтому, ну женщины вот интуитивно ощущали, что если ты куришь, то у тебя не может быть уже полноценного потомства. Это априори. То есть если женщина закурила, то ребёнок будущий потом воспринимает это, что мама живёт в газовой камере и блокируется функции продолжения рода у её ребёнка. То есть она ещё может родить, но её дети уже будут иметь дисфункцию в части возможности продолжения рода. Как мальчик, так и девочка. Поэтому большинство, сегодня очень многие, значит, детишки из пробирок, да, это как раз вот связано прежде всего с курением, значит, мамы во время, значит, предшествующее зачатию и во время, ну а если во время беременности, то это 100% гарантия, что ребёнок не может быть полноценным, ну просто по определению, это вы, как вот студенты, имеющие дело с природой, должны понимать. Природа очень хитрая такая штука, там такие тонкости, если ребёнок ощущает, что мама живёт в газовой камере, то смысла в продолжении рода нет и блокируется функция продолжения рода. Так вот, не было ни одной женщины, которая бы курила. И тогда вот племянник Зигмунда Фрейда, Фрейд тогда был в отъезде и обратились к племяннику. Он провёл такой мощный эксперимент, который назывался «Факел свободы». Значит, долго готовили к этой операции, потом собрали всех самых знаменитых женщин Соединённых Штатов, разместили их на подиуме, и они по команде, все дружно, каждая из них вытащила сигарету из запасника, зажигалку, все закурили, и вот это действие называлось «Факел свободы». То есть, увязали совершенно несвязанные вещи. Раньше человечество обладало разумом с точки зрения своих действий и привязывало те или иные свои шаги к разуму. Ну, то есть, одежда для чего? Ну, чтобы тепло было, чтобы удобно было и так далее. А потом связали это уже не с разумными вещами, а с эмоциями. Одежда – это что? Это стильно, это модно, это выделится как-то из толпы, то есть, хотя функционально назначение одежды совершенно иное. Точно так же сигареты. Сигареты – это заработок для наркобаронов, но это увязались тем, что это свобода для женщины. Вот «Факел свободы», вы знаете, у них статуя свободы там с факелом. И вот это в общественном сознании увязали абсолютно несвязанные вещи, что курить – это круто, это признак свободы. Вот если женщина закурила, то значит, она свободна. А если она не курит, то она вот от мужчин отстает. Вот мужчины курят, а она вот такая, значит, неполноценная. Вот понимаете, как это делается. И потом, вот такими многочисленными усилиями, сейчас у нас женщины курят не меньше, чем мужчины. Это совершенно парадоксальная вещь, это убийство, как бы, генетики народа нашего. Но, тем не менее, это происходит. Почему? Потому что этим процессом очень умело управляют, и в эти процессы вкладываются огромные колоссальные деньги. Потому что прибыли наркобаронов там неимоверные, и они могут всегда там 3%, что называется, отстегнуть на тех, кто будет навязывать вот эти совершенно чуждые аномальные проявления в обществе. Ну и вот на следующем слайде я вам тоже так, опять же, скажу в том смысле, как это связано с негативными процессами, как чтобы избавиться от них. Вы должны в общих чертах хотя бы представлять основные категории достаточно общей теории управления. Есть такой учебник, достаточно общая теория управления, он и у нас в библиотеке есть. И, значит, учебное пособие, о котором я вам скажу, там тоже это все приводится. Но основные категории, это вот любой процесс управления, если он есть, он содержит это 9 категорий. И вообще, ребята, вы должны знать, что наш мозг, наш мозг, он устроен так, что он одновременно может манипулировать с объектами численностью от 4 до 9. Вот в зависимости от интеллектуальных возможностей организованности человека, от 4 до 9 объектов ваш мозг может удерживать одновременно. Когда вы будете управленцами, вы вот это имейте в виду, что когда создается структура, не может быть у вас прямых подчиненных больше 9 человек. Если больше 9 человек, то это не управление. И вот в свое время мы это активно продвигали там и в наши правительственные структуры. Вы понимаете, если есть, допустим, президент, а на него замкнуты там 84 руководителя субъектов нашей России, то это не есть управление. Потому что мозг человека не может позволить одновременно, значит, манипулировать вот 84 объектами. То есть управляешь, ты так целостность видишь и говоришь, ага, вот сюда нужно добавить, но тогда надо отсюда изъять. То есть ты должен понимать целую картинку. Но мозг человека не позволяет одновременно, значит, держать в своем поле зрения 84 объекта. Предельное количество 9. Поэтому любая структура управления вы можете вот посмотреть и сразу же сказать, что вы знаете, вы здесь неправильно построили структуру управления, потому что на этого человека замыкается 12 человек. Он не может реально управлять 12 человеками. Вот, поэтому, допустим, после этого вот и в администрации президента, вы помните, были созданы, значит, вот у нас сейчас северо-западный округ, есть представительство президента, да, и полномочный представитель президента и представительство. Тогда получается как? На президента замыкается вот там 7-8 субъектов вот по федерациям, да, а уже у каждого из них, в свою очередь, вот совершенно другое количество. Вот так разбивается. Поэтому вот очень важно понимать, что управление предполагает количество определенных, значит, звеньев. Так вот, когда мы говорим об основных категориях достаточно общей теории управления, то их всего 9. Поэтому вы целиком можете сразу, вот если вы оперируете этими понятиями, то можете представить процесс управления в целом. Какие же это категории? Прежде всего, ну вот по названиям даже вам будет понятно, если какие-то пояснения нужны, я могу дополнительно сделать, либо так вот по ходу. Вектор целей, ну это мы с вами говорили, это понятно, да, вектор целей, то есть чего вы в процессе управления хотите достичь. Если вектора целей нет, то управления тоже нет. Вектор, ну вектор вы знаете, наверное, может быть, я не знаю, сейчас в школьном курсе дается это или нет. Вектор это не просто стрелочка, да, вектор это набор некоторых параметров. Вектор может содержать там, ну скажем, если вы берете геометрическую, значит, трехмерное пространство, то он будет три координаты, да, вектор, координаты по длине, ширине, высоте, да, вот это вектор. Если вы берете n-мерное пространство, ну допустим, n параметров каких-то вы контролируете, допустим, у вас ракета летит, вам надо знать температуру, скорость, время это, 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 вот это формируется вектор, да, такой, вот поэтому вектор это набор, если угодно, каких-то параметров. Дальше, вектор текущего состояния, вектор состояния, вы хотите какую-то цель получить в конце, достичь какой-то цели, надо четко понимать текущее состояние, а где сейчас-то вы находитесь? Вот у вас, скажем, сегодня там количество употребляющих алкоголь и табак составляет определенный процент, вы хотите его снизить и там на 20%, значит, вы вначале формируете, сколько вы хотите получить, но для этого вы должны знать, а сколько сегодня, то есть, если вы не знаете, сколько сегодня, то вы не можете управлять. Дальше, вектор ошибки управления. Вектор ошибки, это, когда вы выстраиваете концепцию управления, выстраиваете вот эту цепочку, вы считаете, что вот через год должно быть столько, через два столько, через три столько, по любому параметру вы управляете, да, или там по секундам, или по годам, там, неважно, смотря какие процессы, или ракета летит, у вас нарисована траектория, и каждую секунду вы отслеживаете, и возникает ошибка, она должна быть там, а она оказалась на 100 метров правее, значит, ошибка. Вводится, надо как-то подправить, да, ракету. Вот, собственно, понятно, да, вектор ошибки управления, это отклонение, значит, объекта от заданной цели на данный момент. Полная функция управления. Об этом мы на следующем слайде поговорим, пока так, просто запомните. Полная функция управления, я вам расскажу, что это такое. Она предполагает определенные этапы, если эти этапы, какой-то из этапов выпадает, то, значит, это управление не по полной функции. Дальше, совокупность концепций, то есть у вас есть несколько целей, вы выстраиваете концепцию достижения каждой из них, а все вместе они образуют уже совокупность концепций, и иногда это просто называется объемлющая концепция, но она будет состоять из отдельных фрагментов. Вектор управляющего воздействия, то есть когда у вас возник вектор ошибки управления, допустим, в траектории полета самолета или там, значит, в любых других процессах, то нужно, значит, ошибку эту уменьшить. Тогда возникает такое понятие, как вектор управляющего воздействия. Это когда управленец влияет на процесс управления и возвращает, по сути, объект управления в надлежащее заданное состояние. Ну, дальше то, что мы с вами уже говорили. Структурный способ управления, беструктурный способ управления. Еще для управления характерны такие два понятия. Балансировочный режим, либо маневр. То есть балансировочный режим, это как, ну, допустим, на каком-то простом примере возьмем, да, самолет. Вот самолет находится на земле, потом он должен совершить маневр. Он должен с земли подняться, и вам, значит, пилот сообщает, наш, значит, рейс будет проходить на высоте, там, 10 с половиной тысяч метров, да, то есть есть стационарное состояние, в котором самолет будет находиться, но совершается маневр. Он должен взлететь, подняться до этого коридора, а потом, скажем, 10 часов он летит в этом балансировочном режиме, когда летчик смотрит только одно, чтобы высота не менялась, чтобы он все время, если ушел пониже, его надо приподнять, ушел повыше, его надо опустить. Вот в этом смысле, вот по этому параметру высоты идет балансировочный режим, когда, а потом он подлетает к цели и объявляет вам по радио, самолет заходит на посадку, пристегните привезные ремни, что самолет совершает маневр. Вот в управлении всегда так. У вас, значит, есть коллектив, работает так, все более-менее, с планами справляемся, зарплату платим, все хорошо, вы смотрите, чтобы процесс шел. Потом вдруг раз, по какому параметру мощное отклонение, зарплату платить нечем, значит, продукция, забраковали всю продукцию, что нужны какие-то серьезные перемены, вы должны совершить какой-то маневр, если говорить уже об управлении в трудовом коллективе. Но еще раз повторяю, особенность достаточно общей теории управления в том, что она в равной мере относится к любому процессу управления. Вот теперь вот я вам сказал, что по полной функции управления мы с вами отдельно скажем, вот, пожалуйста, я следующий слайд попрошу включить, полная функция управления. Вот, это как раз очень важное такое понятие, просто если вы будете даже владеть вот этим термином и будете в общих чертах понимать, что это такое, то на вас будут смотреть, в общем-то, как на серьезного управленца, на уважаемого человека. Надо же, он такие вещи понимает, потому что, к великому сожалению, даже сегодня люди, работающие вот на государственных должностях, работающие управленцами, они плохо понимают, что значит полная функция управления. Вот, полная функция управления, она предполагает 7 этапов. То есть управления нет по полной функции, если один из этапов выпадает из вашего поля зрения. Первое, вы должны выявлять проблемы или факторы среды. Вот, нарастает алкоголизация населения, значит, вы видите этот фактор, да, и вы, значит, дальше учитесь как-то выявлять это на будущее, а потом уже только формируете вектор цели по данному фактору. А что же нужно предпринять для того, чтобы этот процесс затормозить? Поэтому выявление проблемы, потом формирование стереотипа распознавания фактора среды. Но я вам говорю, что вы должны прежде всего по нашему курсу применять это к наркотизации, экстремизму, вот, понимать. Но, с другой стороны, вы и общую картинку должны видеть. Что значит фактор среды? Вот, ну, как пример такой, из совершенно противоположной сферы я вам приведу, но он точно так же понятен и характерен. Вот вы, к примеру, у вас очень хорошее оборудование, компас, всё, и вы переплываете какой-то пролив, да, с одного берега на другой, вы абсолютно точно рассчитали маршрут, выставили точку прибытия, вот поставили, значит, рулевого, он у вас жёстко держит курс на ту точку, которая нужна. Вы причаливаете корабль, оказывается, на 200 метров правее той точки, куда вы должны были приплыть. Непонятно. В чём дело? Может быть, это тот, кто рулевой, он ошибся. Может быть, компас неисправен. Может, ещё какие-то проблемы. То есть куча возможных влияющих факторов, поэтому первый этап – это выявление фактора среды, который влияет вот на то, то есть вас беспокоит, что вы каждый раз рассчитываете и каждый раз приплываете не туда. Вот возникла проблема. Значит, надо выявить, а почему так возникает. И вот вы, это очень серьёзный этап такой, вы начинаете выявлять, что же это такое. И вот после многочисленных, там, год могут длиться такие исследования в целой ряде вопросов, потом вы выявляете, оказывается, в этом заливе есть мощное подводное течение. А вы этого не учитывали. Вы рассчитывали этот курс для воды, которая не движется. А там вот, там незаметно, у берега-то там вода спокойная, оказывается, в центре мощный поток воды. И ваш корабль всё время сносило этим потоком. Тогда что на будущее? Вы выявили эту проблему, да? Второй этап – формирование стереотипа, навыка распознавания этого фактора среды. Ну, вот такие слова, вроде как бы, не очень понятные. А в чём суть этих слов? А на будущее вы должны, не только в этом заливе, когда будете, но и в любом другом месте, вы должны этот фактор распознавать. То есть вы должны на своём корабле поставить какое-то оборудование, которое будет фиксировать это подводное течение. И как только подводное течение возникает, то вы уже научились сразу же это фиксировать и сразу же вводить корректировку в курс. Вот что такое формирование стереотипа, навыка распознавания этого фактора. Потом уже формирование вектора целей по данному фактору. Ну вот, как, к примеру, с подводным течением вы должны, значит, рассчитать точно, вот насколько снесёт ваш корабль и уже в курс заложить эту ошибку. То есть нужно плыть не туда, куда вам нужно, а на 200 метров левее. Вот что такое формирование вектора целей по данному фактору. По данному фактору вы вносите поправку и плывёте не туда, куда вам нужно, а плывёте на 200 метров левее. Вот, собственно, суть вот этого третьего этапа. Четвёртое. Формирование целевой функции, концепции управления. Это вы уже формируете стройную концепцию, как доплыть, но уже с учётом вот этих факторов всех внешней среды, которые вы выявили, которые влияют на происходящее. А только после этого организация или реорганизация структуры. Вот в чём проблема-то, что вот эти первые четыре этапа, они зачастую выпадают из поля зрения управленцев. То есть вот если посмотреть уже на совершенно иную сферу, ну допустим, там, наш Министерство финансов, Министерство экономического развития, Центральный банк, там не всегда понятны вот эти первые четыре этапа. Вот для чего это создано, цель-то какая? И вот начинается, значит, ну вот Центральный банк занимается таргетированием инфляции. Вам это надо? Значит, вы даже не понимаете, о чём речь, да? Ведь эти структуры, они создаются, в общем-то, в государстве за счёт народа, да, как бы. Поэтому там должны быть чётко, ясно прописанные цели, которые понятны вот каждому из нас. Потому что и Минфин, и Минэкономики, они существуют на наши с вами деньги, на наши налоги, да? Так, ребята, вы какие вопросы для нас решаете? Вот, к сожалению, даже в практике государственного управления вы никогда не услышите разговоров вот по первым четырём этапам, по целому ряду структур. То есть, когда говорят об управлении государственным, вам будут говорить, что вот сейчас Министерство спорта мы расформируем, мы создадим то, мы создадим это. А цель-то, конечно, какая? Конечная какая цель? Вырастить, значит, или купить в Бразилии трёх футболистов? Или всё-таки, чтобы у нас детишки во дворах играли, да? Это совершенно разные цели. Что нам нужен? Спорт высоких достижений, который калечит народ? Или всё-таки нам нужна просто физическая культура? Но это же надо, чтобы было понятно. Значит, тогда можно спрашивать за что-то, когда чётко выяснена цель. А проблема у нас есть. Проблема какая? Что сегодня только 20% здоровых детей у нас из школы выходит. Вот проблема. Поэтому вот 28-го в Москве, как раз в Вольном экономическом обществе, я тоже там выступаю, будет выступать базарный Владимир Филиппович. Он будет рассказывать как раз о том, почему наша система образования фактически губит здоровье детей. Потому что вот этот образ обучения, который сегодня навязан, он не способствует здоровью. Нужны совершенно иные методики, начиная от того, что, вы знаете, зайдите в Пушкинский лицей, там никаких вы не увидите вот таких сидячих поз во время образования. Там всегда была конторка. И всегда, ну, на занятиях-то там есть лестники, да? А вот у себя, посмотрите, там у них, где они жили, там конторка, все уроки делались стоя, а не сидя. Вот, отсюда состояние уже человека и так далее. Вот, поэтому, к великому сожалению, вот эти вопросы, о которых я вам говорю, они, вы вот попробуйте для себя, как бы вот, пооперировать с этими понятиями применительно вот к вопросам наркотизации, экстремизма, коррупции, но попробуйте их понять и вообще к процессам управления в нашем государстве. Вы увидите, что есть над чем поработать. И мне верится, что вот именно ребята вашего поколения обязаны будут вот это все реализовать на практике. То есть должна практика государственного управления начисто измениться. И она должна начинаться, вот прежде всего, с первых четырех этапов полной функции управления. Если эти этапы понимаются по-разному, то тогда не надо и говорить, что есть управление. Но ее, эти этапы должны одинаково понимать председатель Центрального банка, Министерство экономики, Министерство финансов, значит, каждый житель нашей страны, президент нашей страны. И вот тогда у нас будет все получаться, потому что тогда идет гармонизация интересов. А если интересы, значит, интересы коллектива, интересы государства расходятся, то тогда не будет результата и эффективности в управлении. Вот на следующем слайде я вам как раз хотел сказать о том, как воздействуют на общество, как воздействуют на общество. потому что по большому счету всего шесть значит, приоритетов управления, приоритетов воздействия на общественные системы. Вообще на общество влияет бесчисленное количество тысячи и тысячи факторов. Но их можно все сгруппировать. И если их сгруппировать, то мы получим вот следующее сочетание воздействующих факторов, ну или вот в тех понятиях, о которых мы с вами говорили, это мы и получим вектор управляющего воздействия по отношению к обществу. То есть как можно влиять на развитие наркотизации, экстремизма, коррупции. А вот давайте посмотрим. Мировоззрение и методология. Это самый мощный фактор. это развлечение вообще смысла и целей жизни, что такое хорошо и что такое плохо. И методология познания вообще всех фрагментов жизни человечества. Вот это самый мощный инструмент управления. Если методология общества не владеет, то оно оказывается управляемым извне, и в этом обществе можно творить что угодно. Ну вот я вам приведу пример. Допустим, я наблюдал это в Индии, скажем, или в Южноафриканской республике особенно. В Индии как-то я фрагменты видел, а вот в Южноафриканской республике подъезжаешь к аэропорту и вот как вот сейчас помню слева там едешь и сколько видит глаз вот такое поле, где значит копошатся такие существа, которые называются по-английски little people, маленькие люди. маленькие люди. Они считают, что люди от рождения бывают разные, бывают большие люди, бывают маленькие. Вот маленькие люди, они живут вот просто в этом поле, у них у кого-то картонка над головой, у кого-то брезент натянутый, и вот просто огромное количество этих людей. У них нет ни работы, ни паспорта, ни имени, ничего. Они вот живут в чистом виде, как скот. Доживают они до 30, до 33 лет. Вот. И когда большой человек, проезжая на автомобиле, банан бросает в окно, то для них это вот подарок судьбы. Но они не хотят ничего менять, их все устраивает. Они так живут. Почему? Потому что они покорены вот на уровне мировоззренческого первого приоритета. Они считают, что они маленькие люди, и что они так вот созданы, и все нормально. Так они и должны жить. Вот. Что такое значит первый приоритет. Второй приоритет это история всех отраслей культуры, всех отраслей знания. История. Как мы понимаем свое прошлое. И вот если мы посмотрим на свое прошлое с точки зрения вот вопросов наркотизации, экстремизма, коррупции, то даже наше недалекое прошлое нам будут подавать по-разному управляя нашим сознанием. То есть нам говорят а русские там типа всегда пили и потом по словицу говорят, что вот когда еще крещение Руси было, то тогда вот Владимир сказал веселье для Руси пити, не можем без этого жить. а вот как-то масон Карамзин проговорился и сказал, что изначально эта фраза звучала иначе. Не веселье для Руси, а введение для Руси пити, не можем без этого жить. Введение для Руси, то есть на Русь целенаправленно была введена попытка наркотизации и привития алкоголя как нормы, потому что без этого мощнейшая русская генетика не позволяла проводить те операции, которые сегодня можно проводить по отношению к народу, потому что еще Екатерина II говорила, пьяным народом легче управлять. То есть народом можно очень серьезно манипулировать, если он подвержен наркотизации. И поэтому мало кто знает и мало кто об этом говорит, что на Руси всегда проходили пьяные бунты. То есть народ протестовал против тех, кто его спаивал. Они громили эти лавки, продающие алкоголь. Это было многократно в истории нашего человечества. А скажем, старобрядцы, они до сих пор никогда, никто из них ни глотка алкоголя, ни глотка табака в течение жизни не делает. Отсюда и генетика наша. Она где сохраняется? Она сохраняется только в этих родовых линиях. Те родовые линии, которые не разобрали, не разобрались в том, что алкоголь и табак это инструмент управления, они во втором, третьем, четвертом поколении все исчезают. Или в первом. Вы знаете, если человек вообще не разобрался и стал алкоголиком, он уже до 40 лет дожил и все. если он в меньшей степени алкоголизирован, то он еще доживет до 60, может быть, но дети его, они уже будут неполноценны, если он употреблял алкоголь. То есть алкоголь это важнейший инструмент подрубания родовой генетики. И если в истории вы показываете вот эту тягу нашего народа всегда к трезвости, то вы управляете будущим нашего народа. Дальше вот вектор управляющего воздействия это вероучение, идеология, технология, вот эти идеологии, да, это тоже инструмент управления. Вот если, допустим, вы посмотрите в Библии, там говорится о Христе, что он ел много и пил вино. Или вот в Канне, он на свадьбе в Канне он превратил воду в вино. А, к примеру, если вы обратитесь к Корану, то Коран категорически запрещает потребление алкоголя, табака, азартные игры, считает это страшным грехом. Но это Коран. А почему вот сегодня на Коран так много разного рода наезда? Потому что Коран содержит такие очень глубокие ценные вещи, это достаточно миролюбивая такая религия, которая говорит о возможности применения какой-то силы только тогда, когда создается угроза для твоего рода. Но чтобы дискредитировать Коран и вот его такие благие заповеди, написанные в Коране, исторический ислам, он далеко отошел от коранических заповедей. А для того, чтобы дискредитировать вот это добро, многие совершенно несуразные вещи, которые никакого отношения к Корану не имеют, они формируются вот под знаком, что вроде это как бы связано как-то с Кораном, связано с исламом, ничего подобного. Вот эта вся мерзость, которая творится сегодня боевиками, там, ИГИЛ, это никакого отношения ни к Корану, ни к исламу не имеет, это просто бандитизм. Но желание порочить Коран и ислам, это привязывают, как бы, так сказать, как-то пытаются привязать, хотя здравомыслящие люди понимают, что это никак не связанные вещи. Дальше идет экономика, как средство воздействия на общество через кредитно-финансовую систему, как запускается кредитная, как запускается и наркотизация, и экстремизм, через деньги. То есть экономика, она серьезно влияет на эти процессы. Вот теперь пятый приоритет, это генное оружие, ну понятно, это алкоголь, табак, наркотики, и с другой стороны, значит, масса сегодня создается общественных движений трезвости. Вот допустим, трезвая Кубань, трезвый Орел, вот я поеду, там с ними буду встречаться, там это движение молодежное, очень мощное. Это ребята, которые гарантированно, в общем-то, в течение жизни не делают ни глотка алкоголя, ни глотка табака, но я вам уже говорил, что вот в нашем окружении и костяк нашей молодежи, вот допустим, мои близкие родственники, у меня нет в семье человека, кто бы в течение жизни сделал хотя бы один глоток алкоголя или хотя бы один глоток табака. Это мы считаем абсолютной нелепостью, но как можно за свои деньги и уничтожать себя, почему генное оружие, вот видите, последнее оружие это военное оружие просто, да, которое убивает человека, но мощность чем выше, тем больше. Почему генное оружие гораздо более опасно, чем военное? Да потому, что генное оружие, оно стреляет в детей, во внуков, потомков, вот, ну и наконец военное оружие здесь понятно, так вот мощность чем выше, тем больше, а быстродействие тем ниже, чем больше, военное оружие самое быстродействующее, но не дает устойчивого результата, и вот когда мы говорим об управлении, вы должны знать, что есть наивысшее объемлющее управление, ну иногда говорят Бог, высший разум, вот, но если вы хотите состояться реальными управленциями и хотите научиться противодействовать экстремизму, коррупции, то вот на следующем слайде вы должны, вот может быть, вот эти некоторые моменты, если вы их будете помнить, то вас это избавит в жизни от очень многих проблем, вы должны знать, что случайность это непозненная закономерность, и как сказал Анатолий Франц, я каждый раз эту фразу повторяю, случай это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным именем, вот, значит, здесь написано Тютчев не совсем так, это не Тютчев сказал, есть такая, такой оборот, это один из наших в общем-то сторонников сказал, путь промысла его неведом потому, что вера есть в него, но веры нет ему, истинное управление должен верить Богу, и знать, что если он все делает по-божески, то Бог ему будет помогать, то есть, есть такая алгоритмика божьего водительства, когда вам случайно всегда будет что-то у вас получаться, и наоборот, тот, кто находится вне русла божьего промысла, у него наоборот будут случайности иного сорта, но вы должны понять, что это не мистика какая-то, это просто так устроено мироздание, и случайность это абсолютно реальный инструмент управления в процессе управления, вот, поэтому очень важное обстоятельство, и для того, чтобы у вас были случайности хорошие, вы должны верить Богу, что он избавит вас от плохих случайностей, но вера Богу начинается с управления собою, верить Богу, это значит жить по-божески, это значит не причинять вреда себе, об этом мы еще скажем, вот у Пушкина то же самое, он говорит, случай это мощное мгновенное орудие проведения, или в Коране сказано, Бог не меняет того, что происходит с людьми, пока люди сами не переменят то, что есть в них, ну или в ином переводе, то, что пока они не изменят своих помыслов, вот, поэтому водительство Божье и жизнь в ладу с промыслом это признак грамотного управления, на следующем слайде, вот, когда верить Богу и рассчитывать, что Бог вам будет помогать, вы должны жить сами по-божески, тогда вот эта алгоритмика включается, а жить по-божески, прежде всего не причинять вреда себе, вот отсюда алкоголизм, наркотизация, значит, экстремизм, если человек причиняет вред себе, если он причиняет вред окружающим, он может забыть о возможности добрых случайностей вокруг него, нельзя причинять вреда мирозданию. Теперь на следующем слайде мы с вами кратко обозначим виды власти в обществе, вот, значит, чтобы вам этот зал у нас так не очень удобно оборудован для записей, а в том зале, где мы должны проводить занятия не оборудована у нас пока возможность трансляции слайдов, поэтому все вот эти мои презентации, они тоже будут представлены, ну, во-первых, мы будем перемежать лекции, которые на ютубе, там тоже эти слайды будут, вы можете стоп нажать и этот слайд посмотреть внимательно, но и где-то эти слайды тоже мы отдельно в материалах кафедры выложим, поэтому сейчас подробно можем с вами и не записывать, поскольку эти слайды будут, так вот, виды власти тоже большинство из вас, с кем бы вы ни поговорили, вам назовут только три вида власти, ну, знаете, стандартные, законодательная власть, власть, это парламенты наши, да, значит, это Госдума и Совет Федерации, законодательная власть, это исполнительная власть, и это судебная власть, вот, законы, потом их исполнение, планы, программы, и, наконец, судебная власть смотрит, чтобы не было нарушений, но вы должны знать, что помимо этого есть идеологическая власть, и есть концептуальная власть, концептуальная власть, она автократично по своей природе, и она занимается вот с этими первыми четырьмя этапами, главная ее миссия выставлять цель, поэтому, если вы возьмете, допустим, герб древнего Египта, когда понимали, что такое концептуальная власть и что такое концептуальное управление, то на гербе Египта два крыла и одна голова у птички, да, два крыла, Одно крыло это концептуальная власть, это целеполагание, это жрецы 11 жрецов, 11 севера, 11 жрецов юга, они формировали концепцию цели, передавали на фараона, а фараон уже включал второе крыло. Поэтому вот наше будущее, когда у нас четко будет два крыла и одна ясная голова, тогда мы получим управление по полной функции и опирающаяся на собственную концептуальную власть. Потому что если у вас нет собственной концептуальной власти, то тогда цели вам будут ставить извне ваши зачастую конкуренты и противники, а вы не очень будете разбираться в этом. Поэтому вот с точки зрения влияния на наркотизацию, экстремизм, точно так же нужно понимать, что помимо законов, исполнительной и судебной власти, еще работает концептуальная власть. На следующем слайде я просто вам назову, что концептуальная власть это власть людей и идей, способных порождать в обществе социальные процессы, которые охватывают жизнь общества на протяжении многих поколений. Вот если идеи внедрены в общество, что ну как, русский Ванька без стакана водки, ну это вообще ненормально, это аномалия. Как, в Новый год без фужера шампанского, это ненормально. Это вы посмотрите все фильмы, вы не найдете ни одного фильма, где бы не было сцен винопития. То есть это же, а это идеологическое воздействие на общество. Это матрица так формируется, поэтому вот я, когда для молодежи лекции читаю, то я вот как раз говорю о том, как выйти из матрицы, потому что нас помещают в матрицу, формируемую концептуальной властью, а потом мы воспринимаем это как норму. Вот, потому что концептуальная власть, это власть как раз прежде всего тех идей, которые в общем-то навязаны в обществе и которые соответствуют той концепции, которая в обществе доминирует. Поэтому, если посмотреть на происходящее сегодня, то у нас есть концептуальная неопределенность. С одной стороны, мы говорим, что нам надо бы бороться с экстремизмом, нам надо бы бороться с наркотиками, а с другой стороны, все фильмы, они пропагандируют это. Так тогда мы хочем, чтобы народ у нас, значит, наоборот, был в этих процессах или нет. Вот, не очень понятно, потому что левая рука не знает то, что делает правая рука. Ну, на следующем слайде я вам тоже, о чем мы с вами говорили, но немножко в другой форме, как раз о том, что вот есть приоритеты управления и, значит, виды, то, что мы с вами перечисляли, мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический, генетический и силовой. Ну, я здесь просто показываю, что скорость возрастает, быстродействие, сверху вниз, а мощность возрастает снизу вверх. Поэтому вот это тоже очень важно понимать. Мы должны с вами понимать, что мы не только вот в вопросах управления не все понимаем, но и в целом мироздание, в общем-то, возможности нашего восприятия окружающего мира ограничены. А вот, скажем, по наркотизации, если вы возьмете просто ГОСТы на определение спирта, ну, вот начиная с 71-го года, трижды менялись там, значит, определения, это вот история такая даже недавняя, да. Вначале это говорилось, что это наркотическое средство, воздействующее на психику человека и так далее, а потом постепенно менялось-менялось, а теперь вот просто вещество такое со специфическим запахом и все. То есть как бы то, что это подавляет психику человека, а это уже ушло. Так вот, на следующем слайде тоже, ну, так, для общего кругозора я вам просто условно показываю, что многие вещи нам непонятны, и мы не можем воспринимать мир вот целостно и объемно. Вот вы возьмите там цилиндрик, да, ну, иногда вот споры возникают, но мы не понимаем, что мы говорим просто о разных сторонах одного и того же явления. Вот если вы на цилиндр посмотрите в профиль, да, то увидите прямоугольник, и вам кто-то будет доказывать, что вот то, что сейчас у нас пролетало, или там, то, что вот там, это вот так вот выглядит. А второй, да нет, ну, вы не правы, это круг, потому что он видит этот цилиндр с торца. А теперь, а что мы видим, допустим, вот это у меня здесь картиночка электромагнитных волн, да, в зависимости от длины волны. Значит, вот мы видим только видимый диапазон, это узенькая часть, а дальше мы ничего не видим, дальше идут микроволны, радиоволны, если вправо смотреть, и наоборот, значит, уже излучение, значит, гамма-излучение, и те виды излучения, которые нами никак не фиксируются, и нам кажется, что этого нет. Если говорить об инструменте управления, то, что мы с вами назвали экономический приоритет, но я вам одну только картинку тоже приведу на следующем слайде. На следующем слайде, вот мы здесь представлены долги, объем государственного долга по разным странам, видите, сколько у нас, а все остальные страны живут в долг. И они, имея вот возможность жить в долг, они как раз огромные деньги запускают куда? В наркотизацию нашего населения, они запускают деньги в развитие экстремизма, и в конечном счете и на подкуп идут эти деньги. Вы посмотрите, вот долги Соединенных Штатов, вчера вот я записывал программу на телерадиокомпании Мир, я им приводил долг Соединенных Штатов на 11-й год, если 100-долларовые купюры вот так друг на дружку укладывать, столбиком, да, так вот долги Соединенных Штатов на 11-й год, я помню эту цифру, они порядка там 15 километров. Вот представляете себе, из 100-долларовых купюрок, вот такая вертикально выложенная пирамидка, высотой она получается, долг Соединенных Штатов, 15 километров. Вот так сегодня устроено управление на четвертом экономическом приоритете. Ну и вот мы с вами говорили о генном оружии, я вам еще раз об этом же говорил, но на следующем слайде еще раз хотел подчеркнуть, поскольку некоторые из вас отсутствовали на этом занятии. Здесь просто реальные фотографии, вот физиология опьянения, то, о чем мы с вами говорили, что эритроцит имеет липидный слой, жировая смазочка, что он, когда идет по стенкам сосудов кровеносных, электризуется, приобретает маленький отрицательный зарядик, и эритроциты текут поштучно. Если человек употребляет алкоголь, липидный слой снимается, эритроциты начинают прилипать к дурдушке, образуются грозди. Это реальные фотографии, вот здесь, это фотография эритроцитов в сосуде, вот. И впервые это было исследовано на зрачке, зрачок это фрагмент мозга, и там вот эти сосудики все видны хорошо. И диаметр капиллярчиков у нас, и многих капилляров меньше, чем диаметр эритроцита. Эритроцит попадает туда и меняет свою форму. Эритроцит приносит кислород, отдает кислород ткани и уносит углекислый газ. Если у вас диаметр сосуда такой, а грозь слипающихся эритроцитов, которая называется эффект виноградной грозди, застревает в сосудике, то вот в этом месте образуется тромб и кровь не поступает. Через три минуты, вот то, что я вам тогда говорил, начинает шуметь в голове у чижика-пыжика, да? Вот, так шумит что? Шумит, это значит начался процесс гибели отдельных микроучастков головного мозга. После того, как они погибли, синдром похмелья, погибшие ткани головного мозга, нейрончики, клетчики, которыми мы думаем, отрываются от живой ткани, это синдром похмельной головной боли. Потом они с мочой выводятся наружу. Каждый потреблявший алкоголь на следующее утро мочится своими собственными мозгами. Это абсолютно точная медицински выверенная фраза, которую мне задиктовали профессиональные медики. Она абсолютно точна, и поэтому те, кто с физиологией опьянения знаком, кто знаком с этими фотографиями, у многих пропадает желание творить такое насилие над собой. Ну и точно так же курение, вот на следующем слайде, это тоже реальные фотографии. Вот легкие курильщика слева и легкие человека некурящего. У меня несколько было случаев, когда женщины, когда видели вот эти фотографии реальные, они реально прекращали курить. Вот что значит воздействие такое образное на оценку происходящих процессов. Ну вот на следующем слайде я просто вам еще раз сошлюсь на литературу. У нас есть такой краткий курс лекции, он называется «Основы мировоззренческой безопасности в условиях глобализации». Те основные вопросы, которые затрагивало торжины. Ну и недавно у нас вышла книга еще и в 15-м году, и в 11-м – это «Русская философия». Там тоже находят отражение эти вопросы. Так, на этом я тогда лекцию завершаю. Я хотел у вас тогда спросить, есть ли у вас какие-то общие вопросы, общие вопросы по материалу, который я вам сегодня доводил. Если таких общих вопросов нет, то, как я и до этого говорил, я остаюсь здесь на некоторое время. Во-первых, мы с вами сейчас старосты журналы посещения оформим. Дальше вы можете задать мне вопросы такие, что называется, индивидуальные, потому что у многих есть вопросы, которыми они не всегда публично хотели бы делиться, связанные там иногда и жизнью семьи, с родителями, потому что из моего опыта именно наши студенты занимаются воспитанием своих родителей. То есть те студенты, которые разбираются вот в этих вопросах, они потом привносят серьезные изменения в будущее и своей родовой генетике, своей семьи. Поэтому вы можете подойти, задать вопросы. Продолжение следует...